Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, так говорили наши мудрецы. С наступлением осенних праздников люди обещают, берут на себя такие тщательно исполнять заповеди, добавляют что-то. Однако, к сожалению, случается, что праздники проходят, и от добрых мыслей и пожеланий ничего не остается. Одно пустое место. Вот это очень важно не допустить. Стоит хорошо подумать об этом перед началом нового чтения цикла Торы. И поэтому еще второе, что надо, прежде чем начать читать Тору, надо подумать немножечко, что у нас в руках. Привыкли все, книга-книга. На самом деле Тора это не книга. Тора послана нам Творцом небом и земли, Творцом всего мироздания. То есть какой же великий посланец у нас в руках. Тора начинается с бета. Казалось бы, логичный был Апсалев. Чему это нас учит? Это учит, что изучение Торы стоит на втором месте. Повторяю, изучение Торы стоит на втором месте. Имеется что-то такое, что должно предшествовать этому. Прежде всего необходимо знать, кто дал нам Тору. Мы получили Тору от Всевышнего, чтобы с ее помощью суметь соединиться с ним. Тора это вообще инструкция, связывающая человека с Творцом. Если человек не примет во внимание, кто ее создатель, будет считать, что это просто книга рассказов, он не сможет найти ничего в ней. Он не сможет найти только правила хорошего тона, может быть, какую-то мудрость, и забудет о ее святости. О самом главном значении, о том, что эта книга должна обеспечить связь между нами и тем, кто нам ее дал. Вернемся к книге. Исаак Ньютон был известнейший всем, был профессором физики, членом английского парламента. Он видел в законах природы слаженность процессов, понимал, что это все от Бога. Он построил дома у себя макет солнечной системы с помощью шаров, пружин, всяких там передач. Запускал и наблюдал за великолепным движением этого машины. Однажды его посетил коллега, ученый, но в отличие от Ньютона, вот такой убежденный атеист. И хозяин показал ему макет, тот поражен и говорит, кто это сделал вообще, кто это... Тот говорит, что никто, Ньютон говорит, само по себе собралось. Тот говорит, смеешься ты, так не бывает. Такую необычную систему, без сомнения, создал талантливый мастер. И вот Ньютон ему говорит, послушай, подумай, что ты сам говоришь. С одной стороны, ты утверждаешь, что мир, солнечная система, все такое слаженное, великое, создалось само по себе. А потом понимаешь, что даже механический макет какой-то маленький не может быть создан без создателя. Кстати, Ньютон оставил нам прогнозы. Он был верующим человеком, изучавший Кабалу и Талмуд. Он предсказывал некоторые вещи. Он сказал, в 1880 году начнется возвращение евреев в землю Израиля потихоньку. 1940 год. Это великие потрясения для еврейского народа. Тут, я думаю, все понимают, что сошлось. 2060-й, это уже война Гога и Магога. Ну, посмотрим. Пока похоже, что раньше. Вы знаете, что все знают с первой главы Торы? Это змея, который соблазнил Хаву. Бог наказал его. Одно из наказаний, что прах земной будешь ты есть. Но кажется, прах земной он везде. Куда ни ткнись, везде прах. Это плохое может быть наказание. Нет. Нет, наказание огромное. Потому что самое важное, это близость к Богу. А к нему больше у змея нету близости. Он имеет еду, ему не надо просить. Кстати, Раби Перетцхейн из Чернигова прокомментировал наказание змеи тем, что он будет кушать прах земной. Он с юмором так рассказал. Наказание заключается в том, что он будет постоянно обеспокоен мыслью о том, что будет с его пропитанием, когда он съест всю землю и ничего больше кушать не будет. Это такое шуточное толкование, но в нем есть очень много, я бы сказал, интересного. Итак, Творец создал небо и землю. Многие боятся, что может быть Бог забыл, создал и забыл нас. Мудрецы сказали, что есть семь факторов, обосновывающих нашу уверенность в помощи неба. Первое, это Бог жалостлив и милостив и желает нам добра. Второе, Он творец всего живого и лучше нас самих знает, нашу природу. Третье, Господь всесилен и все подчинено только Ему. И что Бог захочет, то и сделает. Четвертое, Всевышний в курсе вообще всех дел людских. Он знает мысли, знает все. До мельчайших подробностей. От него ничего нельзя скрыть. Пятое, в мире ничего не происходит без ведомства Творца. Никто не нанесет человеку ущерба против воли Творца. Шестое, это любовь и милость Господа к людям, они безграничны. Они не имеют никакого предела. Он дает нам не только то, что мы просим, но часто дает то, что мы по своему неразумению никогда даже не просим. Все в мире седьмое, это гармоничность. Попытка что-то менять по своему усмотрению, вследствие неуверенности в божественном могуществе. Поэтому сказал царь Шломов, всему свое время под небесами. А мысли Бога, когда мы говорим, что-то не так, что-то не тук, они слишком глубокие, чтобы нам судить о них. Потому что в Писоне и написано, как небеса выше земли, так мои помыслы выше ваши. Ну, кто первый хотел спрятаться от Бога, помните Адама. И тут колоссальная разница между верой и безверием. Божье всеведение, оно подобно такому обоюдоустроенному мечу. Для верующего осознавать, что это значит уверенным, что Бог видит все и понимает. И проблемы, которые приводят в нас замешательство, для него ничего. А для неверующих, это значит, что спрятаться нельзя. Подобно Адаму, они ищут место, где бы укрыться, но никогда люди не будут на земле такого уголка, где их не настигает всеведение Бога. Поэтому ему известно все. И вот с пониманием, что такое Тора, что такое хозяин Торы, и с пониманием его могущества, надо вступать в Новый год Торы. Браха веатслаха.